Харвестер. Грузовик Дрейк Энтерпрайзис. Приветствуем всех. А, не получается, мы уже сразу идем за слезами. Задание по двеной вход в каменный склеп где-то рядом. Найдите и откройте его. Подсказка, не забудьте забыть о торбето Макгрегора. Учитывая, что я не помню, как включился между торпедами. Возьму только одну из них торпеду. Ну а остальное оставляем прежним. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, кто-нибудь что-нибудь скажет. Хорошо, просто будем прямо. Мильно, действительно надо бы найти каменный склеп. Ну что ж, либо хоть на втором слышали бы. Можете видеть, что этих ребят. Здравствуйте, им какой-то сигнал, Валент. Непонятная помещение. Дорогие, на некоторую точку. Кажется, эти ребят только что испортили мне опять настроение. Мне так понравилось, что придут сам поискать склепы. Тем более, что вон дверца и так видно. Ну, когда тебя тыкнут носом, то все же немножко. Разочаровали они. Разочаровали. 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 Нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Скажи. Что? Что сделать? Ворота? Это промышленные огромные ворота! Вон туда не побежди. Даже ключ торпеда не поможет. Эм, дерьмо! У нас есть чертов ключ! Так где же эта чертова скважина? Вильям, посмотри вокруг! А, вот это разве не она? Эй, Дрейк! С этого угла тебе не попасть, чувак! Эй, Дрейк! С этого угла тебе не попасть, чувак! Вильям! Путь к следующему специальной точке. Часто вы слышите, что вы слышите? Серьезно? Серьезно? Смотрите, что это? Что это? Серьезно? 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 Вот дерьмо! Только гляньте! В каждом камне дырка на одной и той же высоте! Их кто-то сделал! Серьезно? 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 Это что? Какие-то символы? Что он не прав? Я пометил камень с вегационной точкой. Следы. Хочу аркой назвать, чтобы я понял, о чём они говорят. Я не верю! Это ангел! Вы его видите? Вы видите этого сраного ангела? Ха-ха-ха-ха! Ура! Нет, я не вижу. Впрочем, вы не так странно. И... И... Впрочем... 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 Я выжил, и вместе со мной все страхи и надежды. Что ждет меня по ту сторону? Потрясет ли меня дух 22-го столетия? Отыщу ли я следы предка? Увижу ли слезы ангела? Я направил корабль в сердце тьмы, причалил к доку и вышел наружу. Я оказался на верфи и воочию увидел плоды великих трудов Уильяма Дрейка Макгрегора, графа Мидлатианского. Здесь работал его разум. Здесь обретали воплощение мечты, которые он разделял с друзьями. Должно быть, здесь они основали братство, по чьим заветам мы жили. Там стоял его последний корабль «Откровение», умолкший на века. От одного его вида по спине побежали мурашки. Откровение? Откровение. Но огромная судоверфь была лишь малой частью того, что меня ожидало. Мне стало не по себе. Груз пяти веков молчания и тайн подавлял мои чувства. Меня сковал ледяной страх. Увижу ли я снова Анжелину и остальных? Что ждало меня? Откровение или... Но все было совсем иначе. Я чувствовал там присутствие чего-то странного. Мне вдруг вспомнились бабушкины рассказы. Значит, сюда Макгрегор доставил то необычное существо. Я бродил по чужому миру. Кровь стучала в висках. Волнение и страх заставили мое сердце работать, словно двигатель на грани поломки. Комплекс был огромен. По всей видимости, Макгрегор возглавлял крупное научно-конструкторское отделение некой корпорации. Сам факт находки этого форта, сохранившегося в неприкосновенности с наземных времен, мог принести нам миллиарды кредитов. Но меня волновали не деньги. Было что-то еще. Я чувствовал, как приближаюсь к источнику своих кошмаров. Я проверил состав атмосферы и обнаружил, что можно дышать. Я снял шлем и впервые в жизни вдохнул воздух давно ушедших времен. Макгрегор знал, что кто-нибудь придет и позаботится о гостях. Даже пять столетий спустя. Старинный ядерный реактор питал энергией весь комплекс. Я наконец-то пришел. И здесь меня ждала разгадка тайны второго ангела. Легенда гласит. И второй ангел вострубил, и словно большая гора, пылающая огнем, низверглась в море. И третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море. И третья часть судов погибла. Я так и не понял смысла этих фраз. Что-то должно упасть в море и изменить его, уничтожая всех его обитателей. На лице ангела читались печаль и терпение, словно ему и не пришлось ждать пятьсот лет. Благодаря датаканалам Аквы я узнал эту вещь. Древние часы с маятником. Ими пользовались в наземные времена. Я не знаю, кто или что заставило меня качнуть маятник. Я лишь помню, что потерял контроль над чувствами и всем, что творилось вокруг. Где-то вдалеке я услышал мелодию. Она оказалась чужой, но в то же время знакомой. А потом... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сон и нечто большее. Слезы ангела. Я почувствовал, как задрожали мои руки. Что это было? Капсулы излучали тепло. И во мне пробудилось доселе неизведанное желание. Пляж. Лицо ангела. Это не просто сон. Не просто сон. Я огляделся вокруг. Внезапно я понял, что кроме меня там был кто-то еще. Кто-то ждал меня за следующей дверью. Место из чужого мира. Лед из чужого мира. Существо. Мой разум словно взорвался. Все было в точности, как рассказывала бабушка. Я взглянул на него поближе и увидел олицетворение зла. Анжелина! Я ослеп, но слышал, как в комнату ворвалась Анжелина. Я знал, что она не бросит меня одного. И обрадовался, ощутив ее присутствие. Лед исчез. Но существо уцелело. Я не мог понять, что случилось. Сны, правда, и видения калейдоскопом кружились в моей голове. Реальность оказалась гораздо ужаснее, чем я мог себе представить. Я услышал, как где-то внизу причалили вдох корабли Стоуни, дикаря и Фази. Стоуни что-то восхищенно выкрикивал. Весь комплекс, мое наследство, был поистине бесценным. Но эти слезы ангела... Когда я думаю о них теперь, год спустя, то понимаю. Их настоящая ценность, их истинное значение превосходили все наши мечты. Мы похоронили Амитаба и моего дядю Натаниэля Дагранада на верфи моего предка. Там они станут безмолвными стражами того, что в будущем назовут одной из величайших загадок человеческой расы. Я понял, что корабль, стоявший на верфи моего предка, не зря был назван откровением. Это место. Слезы ангела. В будущем я и мои друзья еще не раз осознаем их ценность. Но тогда я не мог этого предвидеть. Мы стояли молча. Пятеро выживших. Мы прошлись по следам ангела через несколько океанов. И теперь... Слезы ангела покоились в кармане моего нейроскафандра. Здесь встретились прошлое с будущим. Я слышал голос. Голос Уильяма Дрейка Макгрегора. Время и эволюции никогда не стоят на месте. Пути назад нет. Это наше благо и проклятие. Впереди нас ждали времена тревоги и счастья. Мы стали частью невероятной истории, рассказать которую не отважился бы никто, не сведя нас у майнего предков. Я и мои друзья. Анжелина. Вместе мы сразились с безумием, но так до конца и не поняли, что же произошло. Впрочем, это лишь пустяки по сравнению с тем, что уготовила нам судьба. Мы стали богачами. Благодаря слезам ангела мы живем, как герцоги Глан Союза. И у нас есть власть. Величайшая власть из всех, которой когда-либо обладал человек. Но я знаю, кто-то преследует нас. Дьявол в человеческом облике. Наемник, чье оружие готово причинить нам боль и страдания. Однажды он появится перед нашим дворцом полной решимости свести с нами счеты. Мне известно его имя. И вы. Вы тоже его знаете. Но это другая история. Ну и как вишенка на торте, игра решила полететь после ролика. Более полететься, что он был полный. Ну что ж. Скорее всего, она передачащаясь получилась достаточно короткой. Возможно, как-то закладить, постараюсь свои впечатления выразить в тот же день, когда это видео будет выложено. Ну а на этом мы с Арканокс вторым покончили. Так что на этом пожалуй, все. Ну и кому интересно, может досмотреть титры. Ахахахахаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Субтитры создавал DimaTorzok